Друзья, всем привет! С вами Никита Дилэй и мы продолжаем рубиться в нашу любимую карьеру на карте свопа Агро с сезонами. И друзья, не просто так эта серия у нас под номером 10, 9-ая потерялась, на ней не записался звук. Это мой косяк, я забыл тупо включить микрофон и... ну, в общем-то ладно. Поэтому в двух словах придется рассказать о том, что же было в прошлой серии, которую, увы, никто не увидел. Как мы видим, появляемся мы около нашего дома, но здесь уже нихрена нету. Потому что, наконец-таки, мы купили себе эту гребаную базу и теперь вся техника у нас будет стоять именно здесь. Она только сволочь грязная, я ее еще ни разу не мыл. Только дожди ее поливали, но это такое. В общем-то, друзья, что мы сделали в прошлой серии? Во-первых, мы купили себе вот такую вот бочку для дизеля. Это бочка для обычного топлива, которым мы будем заправлять нашу технику. У нас вот здесь вот есть заправочная станция и, соответственно, здесь теперь есть соляр и заправляться мы будем именно здесь. Также, друзья, мы удобрили наше поле и к сегодняшней серии оно вот уже созрело полностью, поэтому сегодня мы его уберем. Также мы продали весь цемент с нашего цементного завода и завезли сюда обратно биогаз. И сегодня у нас очередная партия цемента и сегодня мы его опять продадим. Только я уже собираюсь рисовать курс плейчики на все это дело, потому что меня задолбало вручную все это дело возить. С карьера, друзья, мы нихрена не продавали, лишь завезли сюда еще биогаза и воды и вот он работает уже по миллиону литров песка. Гравия у нас здесь наш карьер добыл. Я думаю, что сегодня мы займемся продажей и этого дерьма, потому что, в принципе, его много накопилось. И опять-таки построим на все это дело курс плей. Компост, друзья, мы тоже весь продали, но осталось у нас тут еще 100 кубов. Мы его пока трогать не будем, смысла в этом нету. 100 тысяч эти несчастные, хрен с ними. Также в прошлой серии мы опять покосили нашу лужайку. Здесь полностью созрела трава, мы ее всю, ну, почти аккуратно, в принципе, скосили и отвезли эту траву к нам в хранилище. Теперь у нас ее здесь целых 4 тысячи кубов, то бишь 4 миллиона литров. Это, кстати, неплохо. Осенью трава опять созреет, мы ее еще раз покосим. То есть у нас 2 покоса в год примерно получается. Ну и заполнили мы ямы с силосом, но, увы, все это дело у нас багается. У нас это на стриме багалось. И здесь ямы почему-то не открываются. Я не знаю, как решить эту проблему. Я и моды отключал. В общем-то, я много времени убил на все это дело. Так что ямами мы пользоваться, увы, не будем. Но и тюковать мы все это дело не будем. У меня есть альтернативное решение этой проблемы по добыче силоса. Об этом чуть попозже. Ну а что смог загрузить, то загрузил на производство биогаза. В принципе, он у нас есть. И вот его еще чуть-чуть тут будет. В общем-то, цементный завод мы также сегодня заполним. И на карьер тоже отвезем. Тут, в принципе, все есть. Ну и самое главное, друзья, это то, что мы купили фруктовый сад. Также я прикупил сюда вот такую вот специальную бочку для воды, которая что-то около 8 тонн возит. Привезли мы сюда чуть-чуть компоста, который... И будем разбрать. Кстати, имеет смысл оставшийся компост свести именно сюда. Ну и здесь вот хранилище воды. Сюда тоже мы привезли чуть-чуть воды. Один прицепчик. В общем-то, эту хрень тоже можно сегодня будет заполнить. Ну и в конце прошлой серии, которую вы не увидели, я раскидал тут и компост, и деревья. Поэтому сегодня мы соберем весь этот урожай. И это будет тоже по курсплею делаться. Так что работы у нас сегодня полно. Ну и вообще, сегодня надо убрать поле и запариться с курсплеем на цементный завод, на силос, на гравий и на фруктовый сад. Вот такие у нас сегодня интересные задачи. Так что погнали, в принципе, к этому всему делу приступать. И, друзья, первое, что мы будем делать, это убирать наше поле с канолой. Для этого нам понадобится комбайн, ну и наш любимый ман с полуприцепом. Но начинаем, разумеется, с комбайна. Для комбайна у нас уже есть записанный маршрут. Поле 99 уборка. Поэтому мы его запускаем и, как обычно, сначала надо будет убрать самую малость вручную. И теперь с ближайшей точки мы его запускаем. Он поехал... Да, разные полевые работы только надо поставить. И он, в принципе, поехал. Но помогать ему в этом нелегком деле будет наш ман, на который мы цепляем наш прицепчик на 80 кубов. Выставляем это все дело на маршрут, который у нас здесь пролегал. Ставим работу, во-первых, с комбайнами. И выставляем наш торум. И загружаем маршрут поле 99 база. База выгрузка. И обратно на поле поле 99 база. Проверяем, нормально ли он у нас тут все загрузился, накомбинировался. И, в общем-то, можно его запускать. Только лучше, конечно, это сделать в обратную сторону. Чтоб он не ехал лишний раз еще на базу. Например, вот отсюда. Все. Эти пацаны работают. И вроде как нас тревожить больше не должны. Продажу цемента мы все-таки замутим пока на курс плей. И для этого поставим трактор с вот такой вот телегой. Это ему 25 раз, конечно, придется съездить на вторую стройку. Но, ребята, мне уже впадло просто вручную ездить и самому продавать на все разные стройки. Может быть, когда-нибудь я запарюсь с этим и запишу один длинный маршрут, который будет проезжать через все стройки на Мане. Я сумел победить это дело. И, в принципе, на грузовике он у меня нормально разгружается. Но пока что это дело сейчас не имеет особого смысла. Поэтому цепанем наш какой-нибудь трактор. Например, можно даже Ламборгини. Он 60 км в час носится. И вот он, наш прекрасный цементный завод. Попробуем, будет ли работать этим трактором. Если не будет, то мы запишем курс плей на вывоз на все стройки уже с помощью Мана. Загружаем его в маршрут Цемент Прод. Выставляем здесь Возить Цемент. И запускаем со следующей ближайшей точки. Вроде как он должен ее без проблем найти. Сейчас посмотрим, загрузится он нормально или нет. И отпустим его в путь-дорогу. Ну вот и все. Пускай ездит, пускай катается, пускай продает наш цемент. И в таком случае давайте-ка запишем курс плей на доставку биогаза на цементный завод. Доставку биогаза на карьер. И доставку воды на карьер. Делать мы это будем с помощью нашего вот этого Америкоса. Да, он мне не нравится. На нем тяжело ездить. И внешние Америкосы мне, честно говоря, не очень нравятся. Но увы, он сволочь быстрый. Поэтому приходится на нем гонять. И раз уж мы на базе, то начнем мы как раз таки именно с курса на вводу. Вот здесь вот можем мы эту самую воду пополнять. Да, я знаю, что мы можем поставить в карьер водонапорную вышку и не париться с этим делом. Но это такое себе удовольствие на самом деле. Лучше будем возить воду отсюда. Здесь она у нас бесплатная и все хорошо. Можно, конечно, записать маршрут на транспортировку воды как перевозку жидкостей. Но с этим полуприцепом он так себе работает. Поэтому мы будем обычный перегон техники использовать с двумя точками ожидания. Ну и разумеется, еще будем использовать наши любимые перекрестки. В общем-то, я по пути расскажу, где и почему мы будем их лепить. Для начала заполняем нашу бочку водой. И пока она заполняется, нам прилетело бабло за цемент. Следовательно, этот маршрут работает и пускай он ездит. Соответственно, выезжаем с нашей базы с водой. И когда мы будем проезжать мимо нашего БГА, мы там всунем перекресток. Для того, чтобы потом этот маршрут можно было бы закомбинировать с загрузкой... Так, только... Ладно, пофиг. Вот отсюда мы стартанем. Чтобы потом можно было это все дело закомбинировать с загрузкой биогаза. В общем-то, поехали. И вот, проезжая мимо БГА, мы лепим сюда вот перекресток. И вот здесь вот, друзья, мы, кстати, влепим тоже еще один перекресток. Тогда мы сможем закомбинировать все это дело еще и на доставку воды в фруктовый сад. Так что ты дышь, у нас еще один перекресток здесь будет. Вот здесь маршрут у нас, разумеется, прерывается, точнее раздваивается. Если мы едем дальше, то туда мы отвозим воду. А если нам наехать направо, то мы отвозим биогаз. Поэтому здесь мы тоже влепим еще один перекресток. И поехали отвозить в воду. Сюда мы привозим воду, разгружаем ее и лепим точку ожидания. Соответственно, мы будем пользоваться маршрутом на перегон техники. И когда сюда будет приезжать наш тягач, то он, соответственно, будет нам говорить, что он приехал. Мы на него переключаемся и вручную включаем выгружать воду. Вот так вот это будет все работать. Для того, чтобы товарищ, который будет продавать, точнее не продавать, а возить сюда биогаз, вернулся обратно на этот маршрут, здесь нужно влепить еще один перекресток. И мы, собственно, это делаем и едем дальше. И для того, чтобы вернулся на этот маршрут еще тот, кто будет возить воду на фруктовый сад, мы еще один перекресток сюда лепим. Их вообще можно на каждом перекрестке лепить, мало ли что, будут какие комбинации маршрутов. Но я пока вот за делом на будущее то, что себе представляю, там и леплю. Ну и разумеется, перед БГА мы лепим еще один перекресток, чтобы тот, кто будет возить биогаз, и, соответственно, смог здесь свернуть и поехать на БГА заправиться биогазом. Ну и здесь мы лепим очередную точку ожидания и прекращаем этот маршрут. Прерываем запись и обзываем мы его вода, карьер, только тут не апостроф поставить ничего, короче, карьер. Пускай будет так. Но мы не будем сейчас возить туда воду, мы сейчас запаримся с биогазом на цементный завод и на карьер. Начнем, конечно же, с карьера, потому что там надо лишь маленький маршрутик такой записать и все. Хотя нет, друзья, мы сначала съездим на цементный завод, потому что туда нам нужно от начала до конца записать без перекрестков маршрут и все. Заполняем, в общем-то, нашу бочку, нажимаем запись маршрута и ждем, пока она заполнится. Соответственно, этот парень приезжает сюда, говорит нам о том, что приехал, ставим сюда точку ожидания. Мы же его вручную разгружаем в таком случае. И после этого вручную будем выставлять его на маршрут где-нибудь, вот я не знаю, вот, например, оттуда. Соответственно, едем обратно на базу и закольцовываем этот маршрут. Точнее, не на базу, а на БГА. И, соответственно, здесь мы ставим еще одну точку ожидания для того, чтобы, когда он сюда приедет, он нам сказал об этом. И маршрут этот прерываем запись. Обзываем его БГА-цемент. Сейчас же мы этот маршрут сбрасываем, у нас наполняется еще одна бочка цемента, которая будет предназначена для карьера. И начинаем запись маршрута, но сейчас нам нужно записать лишь маленький такой, не знаю, хвостик какой-то. Ответвление с самого БГА до перекрестка, который мы ставили на маршруте вода на карьер. Мы выезжаем вот на эту дорогу и ставим его вот сюда. И это, кстати, плохая идея, надо было его ставить до. Поэтому мы стираем пару точек и ставим его все-таки вот, нет, даже еще раньше. Вот сюда вот мы его лепим, предварительно перед этим перекрестком. Сейчас же мы ставим на паузу все это дело и разворачиваемся. Надо нарисовать еще кусочек, который скажет нам ехать обратно. Его мы стартанем вот отсюда, лепим здесь еще один перекресток. Ставим здесь опять-таки точку ожидания и прерываем этот маршрут. Обзовем его БГА загрузка. На самом деле вот с таким количеством можно будет потом путаться, надо придумать какую-то одну систему названий. Ну ладно, пока будем, короче, стараться не путаться. Этот маршрут мы сбрасываем и это же еще не все. Нам надо написать маршрут на выгрузку биогаза на карьере. Поэтому поехали на карьер и запишем там тоже маленький кусочек. И смотрите, друзья, нам сейчас нужно записать маленькую петлю от этого перекрестка вот к тому перекрестку для выгрузки биогаза. Соответственно, вот отсюда вот мы стартуем этот маршрут. Ставим здесь точку ожидания для разгрузки биогаза. Ну и после выгрузки, разумеется, закольцовываем это дело прямо перед перекрестком у нас, который есть вот здесь вот. Мы этот прерываем и назовем мы его карьер-биогаз, то есть БГА-выгрузка. И теперь же смотрите, если мы откроем и закомбинируем маршруты. Первый маршрут БГА-загрузка. Вот эта вот зелененькая полосочка, которая идет до нижней шпильки. Она нас сейчас интересует. Потом далее мы едем по большому маршруту с базы, который везет воду на карьер. Добавляем его. Теперь на карьере нам надо заехать, выгрузиться именно в нужном месте. Поэтому мы добавляем карьер БГА-выгрузка. И он у нас уже прерывается здесь. Начинается он по карте, как мы видим, именно с БГА. Прекрасно он едет сюда, выгружается. И теперь нам надо загрузить еще раз маршрут, который длинный является, вот этот самый длинный, на доставку воды в карьер. Но нас интересует, разумеется, маленький кусочек вот отсюда до БГА. Мы загружаем его. И чтобы он опять вернулся на БГА, мы еще раз загружаем маршрут БГА-загрузка. И вот он у нас теперь закольцован и все прекрасно будет работать. Ну и раз мы находимся в этих краях, давайте еще и запишем маршрут для фруктового сада, чтобы потом сюда специально для этого не ехать. Соответственно, друзья, вот у нас есть два перекрестка, которые мы ставили. Они вот в воздухе видны здесь. Это можно выключить, если что, если кому-то, кстати, это мешает. Но в данном случае оно нам наоборот надо. Соответственно, после того, как приезжает наша фура именно в этот перекресток, мы начинаем запись. Ему надо будет сделать ответвление на фруктовый сад. Соответственно, мы отсюда начинаем запись маршрута. И едем на наш фруктовый сад выгружать воду. Вот здесь вот мы ее выгружаем на паузе, поэтому ставим сюда точку ожидания. Едем, разворачиваемся и все. И вот здесь мы этот маршрут прерываем. Я этот перекресток специально вынес именно на дорогу, чтобы удобнее можно было, чтобы сократить расстояние и правильнее подъехать, в общем-то. Советую вам делать точно так же. Сохраняем этот маршрут как вода-фруктовый сад. Я немножко неправильно название маршрутов делаю. Может быть, я потом с этим как-нибудь разберусь, чтобы понятнее было. Потому что будет еще десяток таких же маршрутов, и я начну путаться. Но пока что ладно. Давайте отсюда, в принципе, загрузим маршрут вода-карьер. Запустим его со следующей ближайшей точки. И он у нас приедет на базу, и там остановится, и скажет нам, что он приехал. Ну, друзья, с вами еще осталось две нерешенных задачи, которые были поставлены на эту серию. Это первое, решить вопрос с БГА. И самое лучшее решение, которое я придумал, это поставить статичный ферментатор, который выглядит вот так вот прекрасно. Они у нас стояли на регионе 18. Кто помнит, мы пробовали ими заниматься, но там работали ямы, поэтому смысла в этом не было. И там их было всего лишь два. И знаете, куда мы их поставим? Мы их поставим на промзону. Да, это далеко, но раз авторы хотели, чтобы промзона была именно для этого, то мы, собственно, будем отыгрывать эдакую роль. Промзона у нас находится в самом верхнем, скажем так, верхней части карты. Это специальное место, чтобы оно ровное, оно квадратное. И сюда можно ставить всякие другие статичные объекты, заводы, я не знаю. Кто что хочет, тот и будет ставить. В общем-то, оно специально для этого и сделано. Здесь есть на карте специальная точка, поэтому мы сюда тоже все это дело влепим. Вот так вот раз, и вот так вот два. Пускай их будет два, они по 500 тысяч перерабатывают. И у нас забуксовал наш... Да, он не маневренный абсолютно, на курс-плее с ним будут большие проблемы. Но мы, скорее всего, маном каким-нибудь потом это будем медленно. Возители Татру даже специально для этого купим, чтобы он ездил медленно и четко. Чтобы не разгонялся до 130. Возвести, потому что, ну, случается говно периодически из-за этого. В общем-то, друзья, у нас теперь здесь есть два вот таких ферментатора, которые по 500 кубов перерабатывают. Мы сюда отвозим траву или сечку, или что нам нужно сюда отвезти, без разницы. Скидываем это все дело вот сюда. И на выходе у нас получается силос и дегистат. В принципе, как и я, мы это работаем. Я думаю, вы знакомы с этой хренью по региону 18. Если не смотрели карьеру, то, ну, вот я вам рассказал. Соответственно, нам нужно сейчас нарисовать маршруты. Первый на доставку сюда с нашей базы этого всего дела. То бишь травы или сечки, или чего бы то ни было. И два маршрутика, даже четыре точнее, на выгрузку в каждую яму. И на загрузку из каждого вот этого бункера. И все. В принципе, проблема решится. Тем временем, он, кстати, приехал, вот этот товарищ, сюда. Поэтому мы его прерываем, снимаем с маршрута. И пускай товарищ отдыхает. Мы же для этих целей будем использовать нашу GCB-шку. И, соответственно, большой фуражный прицеп. Вместимостью в 92 куба. Маленький кусочек на загрузку травы у нас уже есть. Поэтому мы начнем писать маршрут именно вот отсюда. Сбрасываем то, что у нас уже есть. И поехали на нашу промзону. Ехать туда придется, увы, кругами. Ну ладно, поехали. И, друзья, мы здесь, значит, ставим перекресток. И проезжаем через какую-нибудь одну точку выгрузки. Я не очень удобно их расположил здесь, на самом деле. Давайте-ка я их переставлю. Ну, то есть, как переставлю их, конечно, придется продать. И мы на этом потеряем некоторые деньги. Я их все-таки поставлю вдоль. Все равно не очень удобно, кстати. Надо было дальше. Ну ладно, лучше, чем было. Ну, мы, значит, проезжаем через один какой-нибудь триггер. Например, через правый. И лепим здесь очередной перекресток. Соответственно, едем теперь обратно на базу. На самом деле, можно было заполниться сразу. И, получается, мы в холостую съездили. Ну да ладно. И, друзья, я, короче, затупил и проехал случайно дальше, чем нужно. Поэтому у нас пауза и идем стирать нахрен точки. Например, вот досюда. И отсюда мы продолжаем маршрут. И как раз у нас здесь поворот направо. И, соответственно, нужно будет лепить очередной перекресток. Точнее, нет. Мы здесь просто прерываем маршрут. Сохраним его как база промзона. Мало ли там что еще будет. И, в принципе, сейчас мы уже можем даже заняться производством этого всего дела. Но я хочу сначала сразу записать еще три маршрута. Хотя, первоначально имеет смысл все-таки, смотрите, загрузка трава. И потом мы едем на база промзона. Как он у нас выглядит? Все правильно. Доворот. Ну и потом мы, разумеется, загружаем еще раз загрузка трава. Но нас сейчас это не интересует. Мы сейчас загружаем вот сюда траву. Везем ее на первый ферментатор. С единственным лишь условием мы напишем остановиться в последней точке триггера. И, соответственно, он у нас остановится. Вот так вот. Мы нажимаем да. И вуаля. Кстати, загружаться он будет. Отлично. Он еще и загружается. Прямо радость-то какая. В общем-то, он приедет на промзону и скажет нам об этом. Мы заодно запишем там три маршрутика еще. И здесь мы, друзья, прервем этот самый маршрут. Поехали выгрузим, во-первых, в ферментатор нашу травку. И начнем с записи маршрутов. Чтобы эта хреновина просто уже начинала работать. И, друзья, какие маршруты нам надо сейчас записать? Нам надо записать маршрут на выгрузку этого всего дела в левый ферментатор, вот который справа от нас сейчас находится. А также два маршрута на загрузку уже готового силоса. И, соответственно, выезд оттуда. Поэтому начинаем мы с выгрузки. И сделаем это вот оттуда. Сбрасываем все это дело и начинаем записи нового маршрута. Соответственно, здесь же мы его прерываем и обзываем промзона выгрузка 2. Пускай будет так. Теперь же маршрут на загрузку с этой же самой промзоны. Тут уже придется, кстати, лепить именно перекрестки. Потому что начало маршрута у нас будет вот здесь. Или в обратную сторону лучше. Удобнее будет подъехать. В принципе, здесь есть где развернуться, поэтому без проблем. Нажимаем начать запись маршрута. И нам теперь нужно выехать отсюда. Нахрен. Лепим здесь еще один перекресток. И, в принципе, можно нажать паузу развернуться. Потому что... Потому что да. Здесь же мы паузу снимаем. Лепим еще один перекресток. И едем загружаться. Ну и прерываем здесь этот самый маршрут. Назовем его силос 1 загрузка. Теперь то же самое нам нужно проделать со вторым бункером. Поэтому поехали туда. Нажимаем тут начать запись маршрута. И делаем абсолютно те же самые действия, что и были у нас до этого с первым бункером. Здесь же мы это дело прерываем и обзываем точно так же, как и первый силос загрузка. Только уже ставим циферку 2. И все, друзья. Теперь с помощью вот этого вот одного длинного маршрута и кучи коротких мы можем накомбинировать все, что нам надо будет. Во-первых, в сарае этот силос, насколько я знаю, можно продавать. Нет, нельзя. Я посмотрел. Тюки можно было, насколько я знаю. Ну ладно, это все такое. В любом случае мы можем забирать с обоих бункеров отсюда и возить этот силос на базу. Мы можем с базы забирать и траву из разных бункеров, возить на любой из этих ферментаторов. И сечку мы сюда тоже сможем возить в любой из этих ферментаторов. И мы всего лишь один раз проехались с базы сюда. Вот такой вот смысл перекрестков. Я, надеюсь, все, больше не буду на этом акцентировать внимание. Просто мы будем дальше работать. Сейчас же мы поставим этого парня в работу. Пускай забивает первый этот самый ферментатор, потом второй, соответственно. Загрузим ему маршрут загрузка трава, база промзона и обратно загрузка трава. Это у нас маршрут будет на выгрузку в первый ферментатор. Вместимость у него 500 кубов. 92 тонны мы уже отвезли, поэтому еще 5 раз ему нужно будет сюда съездить. Собственно, пускай катается. Соответственно, друзья, последняя задача, которую нужно нам сегодня выполнить, это собрать все фрукты из нашего фруктового сада и нарисовать, соответственно, маршрут на курс плей. Для этого нужно по всем этим дорожкам проехать исключительно ровно по центру. Просто проехать, чтобы словить все триггера загрузки. После чего придется пробежаться здесь и вручную поставить автоматическую выгрузку на каждый из этих триггеров. Для этого у нас будет вот этот вот маленький замечательный трактор. Отцепляем отсюда бочку с водой и берем нашу тележку. Во-первых, включаем вот это вот F1, чтобы видеть, проехали мы под триггером или нет. Ну и начинаем запись маршрута. Я, по-моему, не словил там два триггера уже, поэтому начинаем заново. И здесь же мы, друзья, этот маршрут прерываем. Только надо было точку ожидания поставить, но да ладно. И сохраняем его как сбор яблок. Теперь же мы подходим под каждое дерево и нажимаем начать автоматическую загрузку. Вот у нас сверху кнопка появляется. И нам нужно пройти мимо каждого дерева и вот так вот сделать. На этом, собственно, все у нас по яблокам. Остальное все я за кадром сделаю. Вот сейчас мы единственное, что проверим еще работоспособность у этого дела. Для этого мы садимся в наш трактор. Выставляем все это дело на стартовую точку. Ставим маршрут просто тупо на перегон техники. И режим ставим скоростной. В пути мы ставим скорость 3 км в час. Самую маленькую. Отпускаем его ездить и, собственно, смотрим, будет это работать или нет. Да, он очень медленно будет ехать, очень долго. Может, кстати, можно и 4 км в час поставить. Вообще, я не помню, сколько у меня работало. Наверное, даже до 5 работало. Давайте 5 поставим, так уж и быть. Да, и обязательно надо ставить тогда, раз мы забыли точку ожидания влепить, то остановиться в последней точке триггере. Да. И что-то он как-то около первого дерева не особо загрузился. Что за херня вообще такая? Вроде там все загружалось. А, в первом, да, наверное, я промахнулся мимо триггера. Мы посмотрим, как сейчас это будет работать. Да, вот с этого работает. Но скорость, скорость надо ставить меньше, друзья. 3 км в час. Все. И вот, он опустошает теперь каждое дерево. Да, я с первым промахнулся с деревом, но да ладно. Оп, и все. Вот так вот он будет это все дело освобождать, опустошать все эти яблочки. И потом, когда он все закончит, у него как раз полностью набьется кузов. Но и со всех деревьев все влезет. Он приедет сюда и остановится. И мы, соответственно, в наше хранилище выгрузим яблоки, которые он привезет. Я не знаю, как оно будет зимой работать. Теоретически, фабрик скрипт вроде как зимой должен работать. Но, с другой стороны, вроде как зимой не должно это все дело расти. Так что хз. Яблочки, кстати, с деревьев тоже пропадают. Круто. Прям реально круто сделано. Я не знаю, как мы вообще часто будем заниматься этим гребаным фруктовым садом. Потому что занятие, скажем так, слегка геморройное. Ладно, сбор мы автоматизировали. Я потом за кадром перепишу даже этот маршрут, чтобы первые деревья он тоже собирал. И соберу и сливы, и абрикосы, чтобы вас не томить всем этим делом. Вот. Собственно, задачи у нас все на сегодня решены. У нас вот ездит, собирается канолка. Кстати, топливо заканчивается у нашего мана. Как у них дела, кстати, обстоят. Вот этот товарищ ездит, загружает, возит травку. Он всего один рейс сделал. Ну да, маршрут длинный. Мы отвезли все жидкости на заводы. Так что в следующий раз у нас опять все будет. Но вот эти товарищи полполя только убрали. Ну, относительно долго это все делается. Да ладно. С другой стороны, канола здесь очень много. Они убрали, ну ладно, больше чем полполя. И это почти 500 кубов. Так что мы разбогатеем. Канолу мы продадим зимой. Потому что она вроде как зимой лучше всего ценится. Да, у нас где-то третий-четвертый день зимы. У нас самая высокая цена. Именно тогда мы продадим. В любом случае, друзья, смотрите, что будет в следующей серии. И что будет за кадром. За кадром я, во-первых, разберусь с фруктовым садом полностью. Чтобы оно все работало прям огонь. Я думаю, что мы пропустим сейчас зиму полностью. Я посмотрю, что там с заводами. У меня будет свободное время. Я этим позанимаюсь. И начнем мы уже с весны. У нас будет дохрена денег. Там уже будет посев. Скорее всего, купим еще одно поле. Плюс их надо будет вспахать, что новое. Возможно, возьмем пилораму и бетонный завод. Там, короче, по деньгам все будем смотреть. И уже начнем тогда строить какие-нибудь производства. Первое, что мы построим, это будет сельхозхимия для производства семян удобрений. Ну, а потом, в общем-то, будем развиваться. Все самое интересное у нас впереди. Так что, друзья, спасибо всем за просмотр. Кому понравилось видео или кто считает какую-либо информацию отсюда полезной, ставим лойсик. Не искупимся. Чем больше лойсиков, тем больше мне хочется для вас что-то записывать. Пишите свои комментарии по поводу нашего дальнейшего развития. Что вы думаете нам делать, идеи и все такое прочее. Я все с удовольствием выслушаю. На этом, собственно, все. С вами был Никита Дилей. Всем всего доброго. Пока-пока.